это шушу жбутная кухня и сегодня мы будем готовить сырные шницели вот у нас тут с вами раз два три четыре пять шесть таких шеи свиной вот мы сейчас будем бить очень сильно для того чтобы они превратились наши длинные шницели для этого нам потребуется какой-нибудь что-нибудь такое мощное чем можно было быть что же у меня тут есть такое сейчас найдем так нам нужно отбить сначала свинину сначала нам нужен вот такой вот прибор любой который у вас есть дома возьмем какой-нибудь пакет положим именно кусочек мяса накроем его и начнем по нему просто бить отбивая его он получает большую площадь и будет равномерно прожариваться кстати почему взяли именно шею потому что шея как вы видите именно она вся в жировых прослойках мясо будет точнее шницель у нас получится намного сочнее и мягче отбиваем с двух сторон и того у нас получается вот такой вот тоненький шницель это мы все будем проделывать такие моменты с оставшимися мясом и того у нас получилось 6 кусков все они тоненькие как вы видите но наверное сантиметр не более это идеально именно для шницеля теперь самое главное панировка для панировки как я и говорил что все будет сырная берете любой сырный соус в одну какую-нибудь емкость для кляры это очень густо поэтому разбавляем чуть-чуть именно нежирными сливками процентов 10 хватит чуть-чуть разбавили и теперь собьем это все до консистенции сметанки вот так вот у нас получится нам нужны еще любые сухари у меня такие хлопки для обжаривания морепродуктов у нас правда нет морепродукт без равенства тару насыпаем думаю будет пока достаточно есть что можем добавить всегда и далее нам нужна мука ну любая панировка без муки не панировка и начинаем панировать именно нашу свинку начнем панировать берем кусочек мяса его сначала именно в муку обвалим полностью чтобы у нас был все края потом мы его добавляем обмакиваем наш сырный соус полностью он все покрывал потом мы его перемещаем сухари вот все сухари прям спать обильно нет и так мы делаем со всеми шестью в итоге у нас получается вот такой вот шницель и так мы проделываем именно с каждым нашим шницелем мука далее сырный соус и дальше панировка панировка теперь в какую-нибудь тару мы наливаем масло у меня осталось предыдущих рецептов чуть-чуть чтобы укрывала вот столько нам хватит и разогреваем его до 150 градусов и так температура у нас уже 150 градусов время засекать 4 минуты готовки нашего шницеля внимательно смотрим чтобы больше четырех минут у нас не получилось и когда четыре минуты мы просто достаем наш лицель в принципе 1 0 достаем а какой красавчик отложим его на полотенце чтобы лишний жир стек прям пару минут вы понимали корочка ну просто вопросов нету теперь попробуем что же там внутри свинина полностью изготовилась она еще сочную перехочу попробовать прям маленький кусочек надеюсь рецепт вам понравился вы повторите в своей домашней обстановке а так с вами был чужобутной канал подписывайтесь ставьте лайки и все-все-все